Сура 67. Власть Аллаха. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Благословен, славен и приблаг тот, в руках которого власть над всем, и который над всякой вещью мощен, всемогущ, который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас, о люди, кто из вас лучше по деяниям, кто более предан и покорен Аллаху. И он величественный, прощающий, который создал семь небес рядами, один над другим. Ты, о человек, не увидишь в творении милостивого никакой несоразмерности. Обрати же свой взор еще раз, если сомневаешься. Видишь ли ты какие-либо трещины, недоделки? Потом, о человек, обрати свой взор еще дважды. Вернется к тебе взор униженным и утомленным от того, что не смог найти недостаток в творении Аллаха. И вот уже мы украсили ближайшее небо, то, которое видно, Вселенную, светильниками, звездами, и сделали их звезды побиением, сжигающими светочами, для дьяволов, которые подслушивают разговоры ангелов и приготовили для них в вечной жизни наказание ада, а для тех, кто стал неверующим в своего Господа, мучение гиены. И как ужасно это возвращение. Когда бросают их, этих неверующих, в нее гиену, слышат они ее злобный рев, и она кипит огнем. Готова она, гиена, лопнуть, чуть не лопнет, от гнева на неверующих. Каждый раз, когда сбрасывается, сталкивается в нее толпа людей, спрашивают ее стражи, ангелы, у них, ругая их. Разве к вам не приходил предостерегающий об этом наказании, увещеватель, пророк от Аллаха? Они, бросаемые в ад, говорят, отвечая ангелам-стражам ада. Да, приходил к нам увещеватель, посланник от Аллаха, который предостерегал нас, но мы отвергли его и сказали о тех знамениях, с которыми он пришел. Ничего Аллах не ниспосылает людям, ведь вы, кто говорит о таком, только в великом заблуждении. И скажут они сожалея, если бы мы слушали слова Аллаха или проявили бы благоразумие, то не оказались бы в числе обитателей ада. И они признались в своем грехе, в неверии. Прочь же, обитатели ада, от милосердия Аллаха. Поистине те, которые боятся Господа своего, не ослушаются Его, совершая запретное или оставляя Его повеление, втайне, не видя Его в этом мире, для них прощение от Аллаха и великая награда – рай. И скрываете вы, люди, свои речи, держите в себе или произносите вслух для Его знания это одинаково, так как поистине Он знает про то, что в грудях, душах Его творений. Разве же не знает тот, кто сотворил всех и их деяния, в то время как Он добрый к своим рабам и всеведающий. «Только Он, Аллах, Тот, Который сделал для вас землю покорной, чтобы вы могли жить на ней. Ходите же по ее краям и питайтесь от Его удела, который Он дает вам из нее. И к Нему будет воскрешение и собрание всех творений в день суда». «Разве вы находитесь в безопасности от того, кто на небе, от Аллаха, что Он не провалит вас в землю? И вот она, земля, движется, она колеблется уже. Или вы находитесь в безопасности от того, кто на небе, от Аллаха, что Он не пошлет на вас ураган, несущий камни? И узнаете вы о неверующий, когда увидите наказание, каково мое увещание? «Предупреждение. И уже отвергали посланников Аллаха те, кто был до них, до мекканских многобожников. И каково же было мое негодование, что на них пало губительное наказание? Разве они, неверующие, не видели птиц над собой, которые в полете простирают крылья и складывают? Никто их не удерживает в воздухе, кроме милостивого. Поистине, Он всякую вещь видит». «Или кто же Он тот, который войско для вас и который поможет вам избежать наказания в аду, кроме милостивого? Поистине, неверующие, которые полагают, что им помогут их божества, пребывают только в заблуждении. Или кто же Он тот, кто даст вам удел, если Он, Аллах, перестанет наделять вас своим пропитанием? Наоборот, они, неверующие, погрязли в непокорности, высокомерии и упрямстве, и отчуждении от истины. Тот ли, кто идет, спотыкаясь и падая на свое лицо, неверующий, идет вернее? Или тот, кто идет, выпрямившись, по прямому пути, верующий? «Скажи им, о Пророк, Он Аллах, Тот, Который привел вас в бытии и устроил для вас слух, зрение и сердца, разум. И как мало вы, о неверующие, благодарны Ему за эти Его благодеяния! Скажи им, о Пророк, Он Аллах, Тот, Который создал вас на земле, и к Нему вы будете собраны после, в день суда. И говорят они, неверующие, когда же сбудется это обещание, когда наступит день суда, если вы, о Пророк и верующий, правдивы в том, что утверждаете? Скажи им, о Посланник, ведь знание о времени наступления дня суда только у Аллаха. И ведь я для вас только разъясняющий увещеватель, который предупреждает вас о наказании Аллаха за неверие и разъясняет то, что повелел Аллах разъяснить. А когда они, неверующие, увидят его наказание от Аллаха вблизи, в день суда, от унижения и страха, обезобразятся лики тех, которые стали неверующими, и будет сказано им, «Это наказание, то, что вы в земной жизни просили для себя, насмехаясь». Скажи, о Посланник, этим неверующим, «Думали ли вы о том, что если умертвит меня Аллах и тех, кто со мной, верующих, как этого вы желаете, или помилует нас, продлит нам жизненный срок и простит нам грехи, то кто защитит неверующих от мучительного наказания?» Скажи, о Посланник, этим неверующим, «Он милостивый, мы уверовали в Него и на Него положились. Вскоре вы, о неверующие, узнаете, когда пойдет наказание, кто, мы или вы, сейчас пребывает в явном заблуждении. Скажи, о Пророк, многобожникам, «Думали ли вы о том, что если вода ваша, которую вы пьете, уйдет вглубь земли, кто, кроме Аллаха, даст вам родниковую воду?»